Здравствуйте друзья, в этом видео поговорим о интересном и многофункциональном ZigBee реле для установки на Динрейку. Любое устройство предназначенное для работы в системе умного дома, можно условно разделить на две части, аппаратную и программную. Аппаратная определяет границы возможностей этого устройства, например для энергомониторинга нужен специальный чип и если его изначально нет, то он уже и не появится. Программная часть, на стороне самого устройства эта прошивка на стороне умного дома плагин или конвертер, обеспечивает их взаимодействие и корректную передачу данных и команд управления. Возвращаясь к герою этого обзора, на дату выхода этого видео, программная часть еще явно не доработана и не отражает все реальные возможности этого устройства, поэтому я отношу его к классу перспективных. Подробности далее в моем обзоре. Перед тем как начать, прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не делали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Модель DAG2161C. Тип устройства защитная ZigBee реле с энергомониторингом для одинрейки. Интерфейс ZigBee 3.0. Максимальный ток нагрузки до 80 Ампер. Диапазон рабочих напряжений от 85 до 270 Вольт с частотой от 45 до 65 Гц. Размер 100 на 36 на 65 миллиметров, ширина 2 юнита. По модели устройства на сайте expo.tuya нашлась расширенная информация, однако она касается устройств производства HOKA. На самом деле это одно и то же реле, кстати там их целая линейка, просто у героя обзора нет брендирования. Из интересного это заявленные параметры точности, например 0.5% для измерения напряжения, от 1 до 2% для измерения показаний различных типов мощности и энергии, 1% для power factor и 0.2% для частоты сети. Полный перечень характеристики вы найдете по ссылке в описании. Поставляется устройство в простой картонной коробке без полиграфии, из опознавательных знаков только небольшая наклейка с названием устройства и производителем. Тут кстати указан не HOKA, а некий Don Juan. Думаю, что это просто посредник, который заказал партию устройств на заводах HOKA. Внутри коробки обнаружилось реле и инструкция на английском, напечатанная с двух сторон листа А4. Вот собственно сама инструкция. Тут тоже сокращенные технические параметры, описание входов и назначение кнопок. Главное это перевод устройства в режим сопряжения и схема экранного меню. Перейдем к осмотру. Для устройств на DIN рейке форма стандартизирована, тут ничего нового не придумать. На внешней части героя обзора, то что не будет закрыта крышка электрощитка, находится довольно крупный ЖК экран и пара сенсорных кнопок. На одной из боковых сторон еще раз продублирована схема подключения, как я и сказал она нестандартная. Обычно входящие фазы и ноль подключаются сверху и выходят снизу. Тут же ноль сверху, а фаза входит и выходит снизу. Также указание контактов для подключения счетчика импульсов. Сзади стандартное крепление с защелкой, которое необходимо для установки устройства на DIN рейку. Контактные площадки достаточно мощные и крупные. Это логично, если вспомнить о том, что реле способно коммутировать токи до 80 Ампер, а это более 17,5 киловатт при напряжении сети 220 вольт. Доступ к винтам закрыт специальной крышкой. Под крышкой обнаружилась колодка слаботочных контактов. Сюда кстати можно подключать счетчик импульсов. Согласно описанию реле отдает 1000 импульсов на киловатт в час. Остальные видимы для подключения проводных интерфейсов в других моделях реле. Винты силовых контактов прикрыты еще одной защитной крышкой. И только сняв ее, получаем доступ к зажимным винтам силовых контактов. Я считаю правильно, безопасность лишней не бывает. Особенно важно это будет в случае, если представить себе, что к слаботочным контактам подключены какие-то провода. Первую крышку уже нельзя будет поставить, а вот вторая прикроет винты. Перейдем к разборке. Тут она довольно простая. Нужно аккуратно отщелкнуть и снять заднюю крышку устройства. Ни винтов, ни клея, только четыре защелки. Вся внутренняя часть просто аккуратно вынимается из корпуса без каких-либо усилий. Нужно надавить пальцами на винты силовых контактов с обеих сторон. С нижней части, где вход и выход фазы, которая идет через реле, мощные медные шины. Помним проток до 80 ампер. Оба нулевых контакта соединены вместе тоже медной шиной, тут разрыва нет. От них отходит тонкий проводок для питания самого реле. Используется тут бестабильное реле HZX601FAC на 80 ампер и напряжение до 250 вольт. Так что по току все честно, хотя и впритык. Для последующего тестирования я поместил герой обзора в стенд, который уже встречался в моих видео. Сразу напомню почитателям цветовой дифференциации проводов. Да, я знаю, что принято использовать для фазы коричневой, для нуля голубой и для заземления желтой-зеленой полосой. Но это всего лишь тестовый стенд. Из-за особенностей подключения к реле, фазы снизу, пришлось отказаться от сверки показаний с аналоговым энергомонитором слева. Подаем питание, на экране включается подсветка и выводятся текущие суммарные показания счетчика электроэнергии. Экран довольно крупный и неплохо читаемый. Кстати по факту устройство немного уже заявленных двух юнитов, которые должны составлять 36 мм. Тут примерно 35 или даже чуть меньше. Для перехода в режим сопряжения, нужно сначала примерно на 3 секунды удерживать левую сенсорную кнопку, пока не появится надпись Net Off. Затем также нажать и удерживать правую кнопку, пока не появится пиктограмма снятой телефонной трубки и надпись Net Wait. Логическую часть как всегда начнем с родного приложения управления Tuya Smart. Так как устройство работает по ZigBee, для подключения нужен любой совместимый шлюз, у меня это Ethernet версия от Moes. Идем в меню подключения устройств к шлюзу и нажимаем на кнопку светодиод уже мигает. Очень скоро, если вы конечно предварительно перевели устройство в режим сопряжения, оно подключится к шлюзу. Тут кстати оно определилось именно как HOKA. Его иконка появится и в общем перечне устройств и в списке подключенных к шлюзу, но никаких показаний и управления реле тут не будет, все появится только после запуска плагина устройства. Рассмотрим его внимательнее. В самом верху окна слева отображается общий счетчик электроэнергии, чуть ниже и справа текущий, который обновляется по периодам. Еще ниже по центру окна плагина, показания текущего тока, мощности, а на правда в киловаттах и напряжение в сети. Нижняя кнопка слева это управление реле. При выключении плагин уточняет, нужно ли действительно отключить питание. Для включения такого вопроса нет. После этого в центре экрана отображается надпись устройство выключено. Сразу под центральным окном есть опция просмотра журнала включения и выключений. Средняя нижняя кнопка с монетками ведет на страницу, которая задумана как калькулятор расходов. Тут есть расчет месячного потребления, но не более чем на 6 месяцев и дневного, но не более чем за неделю. Функционал очевидно недоделан, так как кроме выбора периода, тут ничего сделать нельзя. Не задать тариф, не сделать расчет. А кликнув сверху на показания текущего потребления, можно попасть в сравнительный график расхода электроэнергии в разрезе дней, месяцев и лет. Далее меню настроек. Первая опция это Frozen Set, буквально настройка заморозки. Но на мой взгляд тут имеется в виду несколько другое. Предполагаю, что этот параметр регулирует отображение потребления за предыдущий период. То есть при текущей настройке, в течение одного дня с момента наступления нового месяца, будут отображаться показания за прошедший. Для дней стоит 0 часов, то есть показания обновляются сразу. Свои идеи пишите в комментариях. Далее идет журнал тревоги, про это чуть далее. Меню трэш-холд это установка пределов, по сути настройка защитных функций. На дату выхода обзора реализована только одна защита от превышения тока. По умолчанию стоит максимум 80 ампер, но можно и уменьшить. Активная опция Control, выключение реле при превышении заданного предела. Тестирование будет чуть дальше. Сразу скажу, что герой обзора очевидно способен на больше, и сейчас дело за программной реализацией. Взаимодействие устройств в системе умного дома происходит при помощи автоматизации. Если коротко, то при возникновении события триггера, происходит заранее запрограммированное действие. Герой обзора может быть триггером автоматизации и предлагает целых 7 вариантов событий. 5 их связаны с расходом электроэнергии. Тут устанавливается цифровое значение и показатель, больше меньше или равно. Судя по всему берется в расчет общий расход и расход по периодам. Есть события отслеживающие включение и выключение реле, и есть целый ряд контрольных событий вроде превышения тока, пониженном или повышенном напряжении, даже по стоимости затраченной энергии. Все это ожидаем в доработках, пока имеется только предел потоку. Для раздела действия автоматизации все гораздо лаконичнее, только включение и отключение реле. Хотя собственно с точки зрения именно действий, ничего другого тут и не сделаешь. И напоследок общее меню настроек. Совместимость с системами типа Google Home и Amazon Alexa тут не заявлено, новых версий прошивок нет. Есть информация о сети и возможность создать группу с подобными устройствами. Тут же находится опция удаления из системы. Реле срабатывает достаточно громко. Реле бестабильное, то есть его состояние не зависит от подачи питания и сохраняется после его сбоя. Первая клавиша переключает показания на экране. Напряжение, ток, мощность, пауэр фактор, частота и тд. Есть дата и время, которые очевидно передает шлюз туя. В моем случае был сдвиг на 1 час. Кстати тут нет физической кнопки переключения реле, для этого нужно переходить в меню, что довольно неудобно, так как навигация по меню осуществляется при помощи этих же двух кнопок, попеременно то удерживая, то нажимая их. Явно не для частого использования. Самая интересная часть тестирования защита по току. Минимум который можно выбрать это 10 ампер, то есть 2,2 киловатта при напряжении 220 вольт. Максимум как я показал ранее 80 ампер. Я установил режим отключения реле при превышении лимита, чтобы посмотреть скорость реакции. Лампочка для визуального контроля. Ток вырос до 32 ампера. Включаю на разогрев электрогриль. Ток теперь близок к пределу около 9 ампер. Добавлю чайник и реле тут же отключается. Реакция почти мгновенная, так что тест считаю успешным. В приложении отобразилось это предупреждение и появилась запись в журнале с указанием типа превышения заданного тока. Ждем когда доработают и остальные пределы. Штатная интеграция Tuya для Home Assistant не пробрасывает это реле. Кстати тут, полагаю есть взаимосвязь с тем, что в приложении не указана совместимость с альтернативными системами управления. Local Tuya тут бесполезна, она работает с Wi-Fi гаджетами. Поэтому применяем универсальный вариант Zigbee2MQTT, актуальна на момент обзора версия 1.26.0. На дату этого видео официальной поддержки героя обзора нет, это не удивительно, так как устройство появилось не так давно. Но ничего критичного, так как все новые устройства проходят этот путь. Как только они появляются в наличии, все начинается с конвертеров, а потом и официальная поддержка. Модель наверное самая распространенная в Tuya TS-06-01. Чего только не бывает с этим номером. И релеи, и розетки, и приводы, шторы, климат датчики, и термостаты, и даже краны. Второй частью ключа является код производителя, а они вместе уникальным идентификатором устройства. Перед тем как начать писать свой конвертер, я как любой разумный и в меру ленивый человек, сначала сделал беглый поиск в гугле, и выяснилось что процесс уже идет и продвинулся довольно далеко. Ссылку на открытый запрос по добавлению устройства я оставлю в описании, там же обновляется и текущая версия конвертера. Автор конвертера известен кругу любителей умного дома как Бутуз Динамунтуз. Кстати у него есть свой ютуб канал и обзор этого реле, который вышел примерно на неделю раньше моего. Ссылку на него я также оставлю в описании под видео. Я решил хоть что-то внести от себя и добавил картинку устройства. На функциональность это никак не влияет, просто нагляднее вместо стандартного красного значка. Ссылка сами знаете где. Текстовый файл конвертера необходимо разместить в папке аддона, по умолчанию она находится в корневой папке config zigbee.mqtt. Создаем пустой текстовый файл с расширением GS и копируем код конвертера в него. Далее в интерфейсе zigbee.mqtt в настройках переходим в пункт внешних конвертеров, нажимаем на синий плюсик для добавления нового и вставляем в новое поле имя этого файла. После перезагрузки zigbee.mqtt устройство из неподдерживаемого становится вполне себе поддерживаемым и даже моя картинка подтянулась, так получается наглядней. Правда код ее великоват, надо будет поработать над компактностью. Как и подавляющее большинство других устройств стационарным питанием, реле является роутером, то есть может подключать через себя другие устройства zigbee.mqtt, тем самым увеличивая ее емкость и покрытие. На дату видео в конвертере реализованы стандартные функции реле с энергомониторингом, это управление состоянием и данные по напряжению мощности току энергии. Кроме этого, параметры пределов, первые из которых мы рассмотрели защита по току. Еще один момент, обновление данных по мощности тут, по моим наблюдениям, происходит довольно редко, раз в две минуты. И судя по всему, именно по внутренним часам реле. Так что использовать для обратной связи по потреблению, по крайней мере в текущей версии конвертера не получится. Но это в первую очередь энергомонитор, а показания потребленной энергии тут совершенно корректно. Все эти параметры передаются в Home Assistant через интеграцию MQTT. Здесь все зависит от zigbee2mqtt, что он транслирует, то и передается. Я считаю, что герой обзора весьма перспективное и интересное устройство, пока имеющее искусственные ограничения в виде неполной программной реализации. Уверен, что в скором времени будет доработан полноценный конвертер и добавлена официальная поддержка в zigbee2mqtt. Что касается SLS шлюза, по сообщению от автора его прошивки Григория, такое же реле находится в процессе доставки к нему, так что полная поддержка там тоже будет в скором времени. Максимальная мощность реле позволяет использовать его даже на вводах квартиры, как центральный счетчик. А возможность установки предела устанавливать на отдельные линии с отключением по превышению заданных параметров. Хотя пренебрегать обычными автоматами не стоит, они как минимум обеспечат моментальное отключение в случае короткого замыкания. А вот момент превышение заданного тока, а в дальнейшем возможно и других параметров сможет обеспечить герой обзора. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграмм канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад если вы присоединитесь, к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok